То есть вы стали в Оренбурге учителем, а родом сами откуда? Я тамбовчанка. А, вы тамбов, из Тамбова, да? Да, я вам сказала, что я закончила Тамбовский. Тамбовский, да. Это наша область, наша педагоги. Понятно. А сюда по распределению? А сюда по распределению. Причем, когда мы ехали через Москву, шел как раз этот фестиваль в Москве был. Всемирный, по-моему, какой-то, да? Всемирный фестиваль в 1957 году. Нас столько парней, сколько молодежи было в Оренбурге. И когда мы ехали, все приглашали нас. А вы к нам поедете в наш район? Вы к нам поедете в район? Нет, ребята, мы едем по назначению. По назначению, да. По назначению. Сильные. Сильные, я называла себя Сильные. Вот так, три года. Ну, ничего, Тарас Григорьевич тоже здесь был сын. Да, три года отработала, а там уже двое детей, уже некуда ехать, муж, семья и так далее. Ну, и все-таки мне крайне нравится. Часто перед конференцией, учительской конференцией, обязательно в газете была Мария Ивановна. Не обязательно, как о краеведе, как об учительской краеведе. Мария Ивановна Кулешова, я напоминаю, ваше имя, фамилия и отчество. Вот, ну, интересно. И вы знаете, ну что, пошла в отпуск, пошла на пенсию, думала, ну все, жизнь моя кончается. Она только началась. Она только началась. Заря был революционный центр. Мария Ивановна там. Мария Ивановна организует вечера, Мария Ивановна проводит всякие мероприятия. И как только в этом месяце идет Мария Ивановна, с ней идут целая группа. А тогда, когда в 2014 году стали у нас ее отбирать, к нам приезжали и с Оренбурга, и Южный Урал. Это за ее стали отбирать? Да. Я здесь была, говорила о том, что, пожалуйста, оставьте. Нас 43 человека отдыхает ежемесячно. 43 человека. Оставили, нет? Нет. И писала письма, сколько я писала и в областной губернатор. Дошла до Путина, но там очень хорошее место, но в настоящее время там дом престарелых. Построить сделали? Нет. Прямо в этом же здании оставили, да? Но для престарелых он очень не подходит. Почему? Ну, первый этаж, там находятся всякие служебные помещения. А второй этаж, два только туалета, два только мужской и женский. А престарелые люди, которые еле-еле передвигаются... Должны над второй этаж подниматься. Подниматься столово на первом этаже и должны, ну, откровенно говоря, в туалет. Вы представляете, пожилой человек? Да, да, да. Ну, надо же думать, вот хоть старость. У нас молодости не было, годы войны, разруха, не покушать. Голодная, холодная, в общем, меня будут не одеть. И, в общем, и старость вот такая. Но и вы не скрываете свой возраст, Марья Ивановна? Да не знаю, я как... Или вы скрываете? Прохожу по улице, меня узнают. Значит, не знаю, похоже на ту Марья Ивановна, которая была раньше. Которая была раньше. Ну, тем не менее, ну, вот хоть такую дату, как 75, уже отметили? 75? Да, да, и Сергея Ивановна, Татьяна, Александра. Отметили 75? Я отметила 80. А 85 я не могла отметить. Договаривалась с рестораном. Там, где проходят наши девичники, они были не против. Но 20-й год, эпидемия, все запрещено. Поэтому 85-летие я не отмечала. Ну, а теперь давайте перейдем к вашим стихам. Я же вижу, вот тут папочка приготовлена. Да, приготовлена папочка. Наверное, и для ваших друзей, подруг, учеников, зрителей. Я как-то оставила их в покое. Я их, вот вы знаете, я еще один эпизод расскажу. Расскажите. Я график в 9-м классе. Приехал к нам Сухоручкин. Павел Сергеевич Павел Семенович. Я, значит, прослушала, как будто идут к Зои Ивановне на урок математики. Я говорю, Зои Ивановна, к тебе, наверное, придет. Ну, как мы общаемся. Ну, она готова. А у меня график в 9-м классе. И вдруг я поворачиваюсь, и Павел Семенович идет за мной в мой кабинет. К вам не на урок. Я зашла, только успела. Ребята, готовы? Готовы. Все дружно сказали, готовы. Все, я восприняла. И урок прошел на ура. Когда он встал в конце урока, сказал, спасибо, ребята, за такой интересный вами пройденную урок. И Ивановна, а вам тоже большая благодарность. Ну, это приятно. Ну, была на городской доске почета и так далее. Но немножечко меня подводила моя болезнь. Ну, ничего. Умница Мария Ивановна. А вот скажите, Мария Ивановна, как геолог, да, ой, как географ, вы в минералах разбираетесь, да, в камнях? Да, разбиралась. Сейчас, знаете, когда уже меня не стало касаться, я, конечно, забыла. А так вы в камнях наших... А как узлы ребят учили, хотели вязать? Ой, Ивана, вот это я забыла, а этот прямой, как он держится? А вот этот, какой-то другой узел. Ну, в общем... А какие альбомы оформляли? Это прессы. А что вот сейчас? Разгромили кабинет. Все альбомы о походах исчезли. А может быть, они в архиве или в музее? Где в нашей школе 36-й теперь медицинское училище. Понятно. Поэтому, возможно, там и не сохранилось. И вы знаете, так что мы оказались как на краю внимания. Никто о нас, о нас забыли школы, нет, о нас забыли. Вот сейчас иду в Совет ветеранов. Пригласили меня в Совет ветеранов. Да, и хотела сказать, я не только в Заре была, вела культурно-массовую работу. Я 10 лет проработала председателем садоводческого кооператива. Да вы что? 20 лет. Ой, 10 лет. Это очень много значит. С берегом мы пробурили скважину, миллионную скважину, бесплатно. Построили дорогу, построила дорогу, провела свет в садоводстве. Назначила, нашли охрану. Поставила вот так садоводство. 10 лет я передала молодому мужчине. Вот так вот. А для меня вы оказались, Марья Ивановна, когда я с вами познакомилась, просто красивой женщиной элегантного возраста и бархатного сезона. Говорю, Елизавета королева проигрывает по сравнению с нашей уральской королевой. Когда же мы перейдем к стихам? Идем. Обойди эту женщину старость. Не кружись у осенних ворот. Ей неведома грусть и усталость. Знаешь, уходы ее не берут. Пусть ее повезет и везение на дорогах судьбы непростой. Дай ей, Боже, любви и терпенья. Слышишь, голову красит постой. Столько платьев несношенных ею в шафонере и доселе висят. Пусть с любовью она лишь болеет. Пусть сияет кокетливый взгляд. Обойди эту женщину осень. Не стучи по окошкам дождем. И отдай, если женщина просит, потайные от счастья ключи. Ну вот какое замечательное стихотворение. Вы их выучите наизусть, Марья Ивановна, да? Наизусть. Иногда вот так, ну, все-таки. Иногда слово пропадет, но и потом все равно его вспоминаю. Ну, давайте еще. Далее. Пусть я уже не молода и седина виски припорошила. Я жить хочу сейчас, как никогда. Спасибо, жизнь, тебе за то, что было. Особое спасибо за мечту, за счастье, за любовь. Спасибо и за радость, и за боль, что ты мне всегда протягивала руку. Пусть календарь считает мне года. Я о них как-то позабуду. Я жить хочу сейчас, как никогда. Пусть седина виски припорошила. Замечательные стихи вы подобрали, подборку сделали. Давайте еще какую. Хоть молодость давно прошла, назад не возвратится. И многое уже не дано, но все равно жить хочется. Порой хондра наатмашь пьет, незваная гость, бессонница. И печень тоже тревожится, но все равно жить хочется. Суставы так порой болят, и сердце так колотится. Болячек, как мафну, опять, а все равно жить хочется. Замечательно. Таблеток россыпи на столе, за нами грипп охотится. Душа чего-то ждет, и пусть ждет, и жизнь идет, и пусть идет. Все равно жить хочется. Чудесные стихи подобрали, чудесные. Я смотрю, вы еще подобрали стихотворение «Ты чудо-женщина». Прочитайте его. Прочитаю. Прочитайте. Когда тебя качает от усталости, Когда потеряешь счет твоим годам, Не позволяй хныкать от усталости, Иди вперед, И не позволяй хныкать от усталости, Не дай сомкнуться к бум твоим крылам. Иди вперед, с собой любуйся, милая, Открыта будь добру, И поднимись на суету и постылу, Любуйся утром, небом поутру. Тогда твои печали и неприятностей Исчезну вдруг, стоя у зеркал, Смени прическу, Побольше яркости, Что ты устала, Но кто тебе сказал? Ведь все дела, Они тобой придуманы, Пора нещадно разгружать. Казаться слабою, Но оставаться сильной, Простая истина, Но надо о ней знать. И помни, Ты чудо-женщина, Ты красивая, Горда собой, Тебе счастливой быть Судьбой завещано, Не опускай прекрасно два крыла. Да, Мария Ивановна, Это полностью к вам относится. Не опускайте свои прекрасные крылья. Благодаря Татьяне Александровне, Благодаря Ашпетову Валентину Александровне, Это два человека, Которые поставили меня на крыло. Поставили на крыло. Ну, представьте, Сейчас я сидела дома, В четырех этих стенах, Да еще не разрешали выйти, А мы вот кратко, Мы собирались, Мы собирались, Мы улыбались, Мы хохотали, Мы жили, Мы жили, А не проживали. И не доживали, правильно? Не доедали и донашивали. Это наш девиз, дорогие телезрители, Жить, А не доживать, Доедать, Донашивать, Правильно? Ну, если они не устали, Я еще почитаю. Ну, я думаю, Что мы это просто проложим с вами, Следующую встречу. Так, вот. А эту встречу мы будем заканчивать, И поэтому ваше пожелание телезрителям всего Оренбуржия и близлежащих городов. В очереди выразить благодарность любимой моей, Яне Александровне. Я сегодня, посмотрите, какую розочку вам дарю. Вот будьте такой красивой розочкой. Очень красиво. Пусть посмотрите. Что светится. А, а вот будьте. Не видят телезрители. Видят телезрители. Спасибо большое. Я благодарна судьбе. Почему? Потому что столько экскурсий. И Баден-Баден. И Карагайский гор. И Вишневый гор. И Вишневый гор. И Солили. Солили. То есть жизнь кипит. Жизнь кипит. Вот я вот так вот подумать, Вот я бы не ходила сюда. И что бы со мной было? Правильно. Вот так что, Татьяна Александровна, Благодарна я вам. Спасибо большое. Не болейте. Будьте такой же красивой, Такой же миленький, Такой же улыбчивой. Мне очень проходит ваше состояние души. Вы очень умные, очень грамотные. И поэтому приятно вас слушать. Вот честно, откровенно, Очень приятно слушать. Мария Ивановна, А мне остается вам пожелать, Духом не падать, Девиз прямо заложить, Сердцем не стареть. А это не хотите послушать Про королеву стихи? Про себя что ли? Про вас? Нет, не про себя. Нет, а про какую королеву? Ох, у меня королева есть одна. Ну давайте, небольшое? Нет, очень маленькое. Ну давайте. Королева была, Королевы останусь. Хоть в ласхмотье Оденьте меня. Замечательно. А морщины? Ну это что? Это солнышко сияет, И ему улыбаюсь я. Поэтому морщины. А годы? Что вы говорите? Это время только жить. Только нам жить. А возраст? Вы о нем позабудьте. Молчите. Ах, как хочется жить и любить. Седина? Это не всерьез. Это облик рассвета Загулял в моих волосах. Королева их была, Королевы останусь. Хоть оденьте меня. Оденьте, в лохмотье оденьте меня. Когда вы тут показывали седые волосы, Я видела, какой у вас маникюр. Какие у вас ногти. Какие всегда серебряные босоножки. Брючки, блузки. Настоящая королева у нас с вами есть на Урале и в нашем городе. Большое спасибо за участие в нашей телепрессии. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы. Не болейте, не поддавайтесь. Не коронавирусам, не гриппу. Не депрессиям. Не депрессиям. Будьте всегда в строю. Всегда в строю. Совершенно правильно. Да, мы ждем подарков от судьбы. Как дети. Да, как дети. Не злато. Жемчугов. Дай нам Бог прожить на этом свете, в своем уме и на своих ногах. Совершенно. Вот так и делайте. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...